здравствуйте друзья в эфире канал не аж вот и с вами я юрий гимильфар ну как я и предупреждал бабченко гейт он только набирает обороты и вот тут выяснилась одна крайне забавная деталь которую позвольте вам доложить дело в том что пресс-секретарь нашего президента дмитрий сергеевич песков он опроверг сведения о том что в россии существует якобы какой-то фонд путина сотрудник которого имеет отношение к покушению на жизнь и аркадия бабченко я напомню что в ходе следствия которые проводят сейчас сбу выяснил что некий вячеслав пивоварник он якобы получал средства из-за некоего фонда путина то есть иным словами дмитрий сергеевич все отрицает и позвольте протестировать если говорить серьезно то конечно никаких фондов в россии не существует и любые утверждения о возможной причастности россии к этой инсценировке является ничем иным как инсинуациями и они не соответствуют действительности не знаю как язык шекспира будет соперничать с великим могучим но вся эта история вот эти вот показания являются ничем иным как развесистой клюквой не знаю как это переведут но русскоговорящие меня поймут поскольку я русскоговорящий я безусловно это понял но вот какая деталь друзья мои дело в том что мне потребовалось буквально пять минут для того чтобы установить что фонд путина на на самом деле существует и сейчас вы можете в этом легко убедиться и так вот мы ищем начинаем с самого начала в гугле фонд путина вторым в поиск в результатах поисковой выдачи идет некий национальный благотворительный фонд давайте мы с вами посмотрим а что это такое тут выясняется что это национальный благотворительный фонд и буквально в первой же строке описания сказано что фонд создан по инициативе владимира владимировича путина в 1999 году при этом обратите внимание что в соответствии с постановлением правительства от 25 декабря 2002 года номер 926 оказывается это постановление от 25 декабря 2002 года номер 926 и на нем стоит печать и якобы его подписал михаил михайлович касьянов однако обратите внимание на скан копии подписи нет оказывается есть нормативные документы то есть есть свидетельство о государственной регистрации за номером 1 0 2 7 7 2 9 2 6 2 2 1 0 оказывается есть свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц то есть этот фонд еще раз подчеркиваю созданный по инициативе путина в 99 году существует но далее ты мы получаем очень интересные сведения о том кто же жертвователи этого фонда на первом месте находится роман аркадьевич абрамович далее сенатор сулейман керимов то есть люди не последние но интересно другое благотворить мы говорили о благотворительных фондах физических лиц а давайте посмотрим а юридические лица этот так сказать фонд поддерживают и вот тут список организаций жертвователей этого фонда мы извините выпадаем в осадок транснефть газбанк альфа банк внешторгбанк внешэкономбанк газпром московский театр олега табакова московская межбанковская валютная биржа группа аннексим оренбург энерго рао ес россии как говорится и наконец друзья мои вишенка на торте сбербанк россии этих организаций тут очень много вы можете посмотреть но идем дальше ссылка дана в описании на потрясающий сайт но интересно вот еще что оказывается эта организация собирает деньги на короткий номер семь семь один пять и свыше трехсот тысяч человек пожертвовали деньги этой организации вот давайте посмотрим а как сделать пожертвование оказывается банк можно сделать банковским переводом или sms сообщением и так далее через терминалы великолепно давайте посмотрим а где у этой организации находится расчетные счета вуаля мы скачали цель у этой организации есть и на на и кпп она находится на в москве на улице на кузнецкой улице дом 34 строение 1 даже данные и телефоны директор фонда некий владимир алексеевич носов и у этой организации счета во внешэкономбанке в сбербанке россии в втб и в банке интеркоммерс при этом обратите внимание что у этой организации она не мертвая у нее есть программа благотворительная программа утвержденная 15 ноября прошлого года аж до 2001 года но может быть у нее нет отчетов они есть они есть только вот тут вот у меня возникают очень интересные вопросы почему-то последний отчет он от августа 2017 года и вот согласно по этому отчету только за август 2017 года эта организация получила почти три с половиной миллиона рублей от граждан вот по смс там давайте мы посмотрим а что это за сайт вообще это сайт который даже есть в яндекс каталоге это не коммерческая организация при этом обратите внимание зарегистрирован сайт был 16 июля 2007 года и продлен до 16 июля 2018 года посмотрите сюда новости в новостях мы наблюдаем что последняя новость она была совсем недавно 28 марта однако при этом никаких отчетов годовых позже 2014 года мы на этом сайте не наблюдаем ну а теперь друзья давайте мы с вами поговорим и проанализируем сложившуюся ситуацию вот давайте так у меня три версии подчеркиваю сразу у меня нет платежных поручений на руках у меня нет банковской выписки у меня нет анализа банковских транзакций и я не знаю правду ли говорил господин пивоварник что именно этот фонд финансирует покушение на аркадия бабченко и еще 30 человек я этого не знаю и заметьте я это не утверждаю я утверждаю другое что пресс-секретарь главы государства сообщил неверную информацию у меня есть три версии давайте мы их с вами рассмотрим версия 1 дмитрий сергеевич песков сказал чистую правду он действительно ничего не знает и владимир владимирович ничего не знает об этом фонде таким образом получается что перед нами некие мошенники которые используя имя и бренд президента моей страны они обманывают граждан собирая с них приблизительно по три с половиной миллиона рублей в месяц это неправильно и это уголовно наказуемое деяние то есть можете считать вот это вот эту передачу моим обращением к александру ивановичу бастрыкину главе следственного комитета с просьбой разобраться что это такое действительно ли владимир владимирович путин имеет отношение имела в девяносто девятом году прошлого века к организации данного фонда это очень несложно установить но я думаю достаточно получить во первых в первую очередь объяснение от экс-премьера российской федерации Михаил Михайлович Касьянова то есть он подписывал данное постановление номер 926 или не подписывал далее опросить романа аркадьевича абрамовича господина киримова по этому перечню напомню ссылка дана в описании по этому перечню получить информацию о банковских транзакциях вот этих вот уважаемых российских организаций и если это не подтверждается если мы имеем дело с мошенниками то я как гражданин российской федерации категорически против того чтобы моих сограждан обманывали какие-то мошенники а это еще раз напоминаю статья 159 часть 3 мошенничество в особо крупных размерах организованной группой это неправильно тогда не к путину не к пескову вопросов нет но господин бастрыкин вы разберитесь что это за фонд вариант версия вторая вполне возможно что этот фонд на самом деле организован владимиром владимирович путиным и указанные господа и организации они жертвовали деньги в благотворительный фонд и михал михалович касьянов подписывал это постановление все возможно но возможно и дмитрий сергеевич песков сказал правду отсюда у меня вопрос что за качество профессиональной подготовки у пресс-секретаря главы моей страны я в недоумении в этой ситуации можете считать вот это вот вот этот репортаж обращением к владимир владимирович путину владимир владимирович а вам не кажется что надо если это подтвердится конечно ведомством александра ивановича бастрыкина вам не кажется что надо разобраться с профподготовкой дмитрий сергеевич пескова который не знает элементарных вещей о том что вы были инициатором и создателем фонда вот такого вот мощного у которого такие серьезные жертвователи спонсоры помилуйте это может не знать тетя маша уборщица это даже я могу не знать но дмитрий сергеевич ты это знать обязан в таком случае помилуйте что за качество профессиональной подготовки и осведомленности у пресс-секретаря моей страны я думаю что в этой ситуации как минимум следует дмитрий сергеевич пескова просто уволить без выходного пособия а возможно даже с ним но за полную профессиональную непригодность то есть он не знает является его непосредственно начальник основателем каких-то фондов не является это чё такое но есть и третья версия что дмитрий сергеевич песков сказал неправду что действительно такой фонд есть и все на самом деле так он был в курсе и он на что-то там финансирует но опять же александр иванович пастрыкин вы запросите коллег из киева пускай они вам дадут банковские выписки там банковской выписке указана егрн указан и ннк пп и расчетные счета вот этих вот вот этой тех организаций мы посмотрим помилуйте но сейчас одно из трех либо мы имеем дело с мошенничеством под прикрытием бренда президента российской федерации а напомню что как бы я не относился к владимиру путину это мое право это мое это мое дело но я не хочу как гражданин россии чтобы под прикрытием президента какие-то нечестные люди обманывали моих сограждан если нас если извините меня не профессионал пресс-секретарь тогда извините но в первую очередь и я с недоумением смотрю на сам факт нахождения подобного рода субъекта на посту пресс-секретаря главы моей страны но есть и третьего еще раз повторяю что нас всех обманывают и вводят заблуждение вот и давайте проверим имеет ли вот этот фонд основанный владимиром владимировичем путиным в 1999 году к финансированию подобного рода вещей если имеет то я очень расстроюсь но это означает что сбу служб безопасности украины сказала правду впрочем я вход в качестве по скриптума отмечу еще одну крайне важную вещь понятие фонд путина который озвучил господин пивоварник в киеве наследствие абстрактные понятия что за этим кроется назвать можно что угодно и как угодно как говорится тут важные цифры и факты вот свяжитесь своими коллегами в киеве ну а говорите установите истину иначе мысли начинают появляться очень нехорошие всем доброго подписывайтесь на канал не ваш вот распространяйте это видео однако напоминаю выводы делать только вам до встречи